А у нас большой праздник. Радио Юмор ФМ, который входит в один холдинг с 7 каналом, празднует свое 11-летие. Сегодня у нас в гостях ведущая эфира Анна Романова. Мы вместе подведем итоги года. Анна, здравствуй. Здравствуйте. Ну, как вы отметили? Ну, как всегда, с размахом, с шиком. Покушали тортик вкусный. Конечно, в прошлом году это была круглая дата. А мы не покушали? Ну, обязательно заходите. Ну, в этом году гораздо скромнее. Но, тем не менее, весело, бодро. У нас сегодня был такой уникальный эфир. Ну, вот, относительно всех обычных эфирных дней. Мы работаем по два человека. Сегодня мы были втроем. Вот, было весело с мальчиками. И раз уж мы заговорили про гостей, вот в прошлом году самые яркие гости радиостанции? Ну, вообще, у нас, наверное, каждый гость уникален. Мне кажется, мы все делали в эфире. Играли на африканских барабанах. И встречали у себя в гостях интересных музыкантов. И хореографы у нас были. И модные тенденции мы изучали. И знаменитые дрессировщики у нас были. Ну, все было очень на позитиве, как всегда. Вот, для тебя, самые запоминающие истории прошлого года? Ну, прошлого года, наверное, это было сейчас. Может, даже этого. Этого года, да. Их очень много. Мы всегда вне эфира очень ярко их обсуждаем, шутим. Но мне запомнился вопрос, который мы задавали нашим слушателям в традиционные утренние розыгрыши. Как раз Олимпиада была. И мы задавали вопрос про Чхенхан. Вот этот абракадабра, который получился с названием. Оказывается, наши слушатели не совсем могли точно назвать столицу Олимпиады. Это было очень весело. Я знаю, что Юмор ФМ есть свои постоянные слушатели. Вот не секрет же, да, что, значит, радиостанция проводит все свои главные праздники в любую там непогоду и так далее вместе со слушателями. Есть какие-то люди, которые тебе, ну, особенно дорогие, что ли? Да, у нас есть такие слушатели. Мы, кстати, их сегодня вспоминали. Но они, к сожалению, до нас не дозвонились, видимо, по каким-то своим причинам. Но у нас есть любимые слушатели, которых мы узнаем по голосам. Есть потрясающий мужчина Юрий. Его зовут. Он нам звонит. Всегда старается выиграть что-нибудь. Не всегда у него это получается. И он очень расстраивается. И мы расстраиваемся вместе с ним. Есть у нас слушательница Настя, которая сегодня нас поздравила. Она всегда приходит на всевозможные праздники, которые мы проводим вне эфира. Мы активно участвуем и в Дни города, ну, и в других мероприятиях. Вот ты сказала про День города. Самые запоминающие события, которые произошли в жизни радиостанции? Ой, ну, если судить по 2011 году, нам очень запомнился такой момент. Мы были партнерами информационными и очень поддержали один проект. Отпраздновали в ноябре день рождения КВН. Все очень любят эту игру. И наши красноярские организаторы КВН придумали такой проект «Игры равных возможностей». Это игры для ребят, школьников с ограниченными возможностями. И вот мы очень поддержали. Это было незабываемо. Настолько яркие эмоции у ребят. И до сих пор вспоминаем с такой теплотой, искренностью. А вот мне запомнился квест масштабный. Да, квесты мы очень любим. И к нам часто обращаются организаторы. Вы уже не один раз его проводили? Да, у нас зимние традиционные ночные квесты. У нас собирается очень много команд, заранее регистрируются. И это всегда с шумом, с подарками, с эмоциями. Ну и опять-таки с юмором. И КВН, да? И КВН. КВН мы очень любим. Вот мы с тобой поговорили о том, какие интересные вещи происходили в жизни радиостанции. Но ведь, кроме этого, интересные вещи происходили в жизни радиоведущих. Ну да. У нас этот год запомнился особенно. У нас родилось два ребёночка. Радиодети. Мы их так называем радиодочь и радиосын. Сегодня Саша Долгорукова прибежала к нам уже после эфира. Это было так приятно. Привела Алису. Принесла. Вот. Мы вместе порадовались за неё. Мы желаем ей, конечно, здоровья. И чтобы малышка поскорее выросла. И уже пусть возвращается в наш эфир. Вот. И у нашего звукорежиссёра Петра Красёва родился вот буквально недавно сыночек. Вот это наше событие. Влад Соболев у нас очень яркий КВНщик в нашем городе. И буквально недавно он принимал участие в таких масштабных проектах на федеральных каналах. Ну пока результаты ещё... Влад Соболев известный КВНщик. Да. Вот. Мы надеемся, что его карьера, конечно, на поприще юмора обязательно возрастёт вверх. Но нам очень приятно, что наши коллеги добиваются таких высот. Я знаю, что и бывшие коллеги тоже добиваются больших высот. Да, мы с тобой разговаривали за эфиром. За рубежом, за рубежом уже. Вот. У нас два радиоведущих, наши коллеги сейчас на данный момент работают за рубежом. Ну, одна не работает, а уехала по счастливой случайности, вышла замуж за прекрасного японца. Вот. Мы её поздравляем с этим событием. И наши радиоведущие... Вторая тоже с Женей бы связана? Нет. С третьего прекрасного европейца? Второй уехал обучать студентов русскому языку. Вот какие разносторонние люди работают. Да, молодцы. Аня, спасибо тебе большое. Ещё раз с праздником. Спасибо. У нас в эфире была ведущая эфира радио МРФМ Анна Романова.